Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 ноября. Житие преподобного отца нашего, Григория Декаполита. Преподобный Григорий родился в городе Иринополе, в Десятиграде от христианских родителей Сергия и Марфы. Благочестивые и богобоязненные женщины. Восьми лет он отдан был для научения грамоте и еще в юности хорошо изучил Слово Божие. И отличался усердием к храму Божию. Стремясь к небесному, он возненавидел все земное. Не вкушал приятных для вкуса снеги, употребляя лишь простую и грубую пищу. Отказывался носить богатые и мягкие одежды. Сам пропитывал себя рукоделием, отдавая остаток бедным. Часто он удалялся в безмолвии и там наедине молился Богу, чтобы он удостоил его быть верным рабом его. Когда Григорий достиг совершеннолетия, родители намеревались женить его. Но он тайно убежал и удалился в один пустынный монастырь, где принял иночество, и ревностно подвязался в посте и воздержании, в молитвах о непрестанных ночных бдениях, возлагая на себя всякие тяготы самой строгой иноческой жизни. Между тем вскоре отец Григорий умер. Благочестивая же мать, после долгих поисков, нашедшая его, не только не укоряла его, но и одобрила его намерение посвятить себя иноческим подвигам. Она просила его только перейти в другой монастырь, где находился и брат его. Повинуясь воле матери, преподобный переселился туда. Но когда он узнал, что настоятель монастыря того иконоборец, то, как горячий ревнитель православия, обличил его перед всею братьею. Тогда настоятель в ярости жестоко побил его, после чего Григорий ушел в другое монастырь, где настоятелем был родственник его матери Симеон. С радостью встретил Григория Симеон, как муж опытный в подвижнической жизни, наставил юношу на всякую добродетель. Прожив здесь около 14 лет, преподобный Григорий заслужил общее уважение, и все стали почитать его за добродетельного и святого человека. Преуспевая в глубоком смирении, желая соделаться совершенным иноком, он испросил у настоятеля позволения поселиться в уединенной келье, дабы, не имея никакого житейского попечения, проводить время в безмолвии. Настоятель, провидя благое произволение его, отвел ему для подвига в одну пещеру, в глубокое отвесное расселение, и начал святые еще с большей ревностью подвязаться в той пещере. Но несмущаемый, молвою людскую, он потерпел здесь великое беспокойство от демонов, которые всячески озлобляли и искушали его, стараясь прогнать его от их жилища. То угрожали они ему, крича «Уходи из нашего жилища, иначе много пострадаешь от нас!» То устремлялись на него, принимая вид страшных скорпионов, но он оставался неуязвимым и неустрашимым. Когда стоял он на молитве, бесы уязвляли его руки и ноги, но он пренебрегал наносимыми ему язвами, считая их ни во что, и бесы со срамом удалились. Спустя немного дней они явились к нему в виде воинов, угрожая его убить, но он сотворил крестные знамени, и они исчезли. После того являлись они святому, блистая светом и говоря, что они сорок мучеников, и пришли дать ему благодать и силу против демонов, но он, провидев их козни, запретил им, и они снова исчезли. Также бессильны были и другие искушения, ибо благодать Божия содействовала ему и истребляла в нем век прирожения плоти. Вскоре после того Господь сподобил своего верного угодника дивного посещения. Григорий пришел в состояние как бы некого восхищения, во время которого явился ему с неба блистающий свет с неизреченным благоуханием, наполнившим пещеру и остававшимся в ней в продолжении многих дней. Об этом чуде святое счел долгом сообщить своему настоятелю, дабы спросить его, как человека опытного в духовной жизни, от Бога ли это видение, или не действие ли оно дьявола, постное для того, чтобы соблазнить и простить его. Внимательно выслушав рассказ Григория, настоятель успокоил его и сказал ему, чтобы он не имел никакого сомнения, ни страха, но что это свет божественный, который своим благовонием прогнал смертоносное зловоние духа лукавого. «Трудись в подвиге сколько можешь», – заключил старец, уповая, что ты имеешь Бога себе помощником. И действительно, святой Григорий от благодатного видения того исцелился и освободился от удручавшей его болезни телесной и от болезни душевной, плотского соблазну. Которым хотели прелестить его демоны и от всех их злокозненных искушений. С того времени блаженный еще более усилил свои подвиги и молитвы, непрестанно взывая Господа из глубины души. Преодолев таким образом дьявольские козни, преподобный Григорий за свою святую и непорочную жизнь, сподобился от Бога благодатного дара чудотворений. И так как не подобало этому божественному светильнику церкви оставаться под спудом, то Господь воззвал к нему с неба, как некогда к патриарху Аврааму. «Григорий, если желаешь достигнуть совершенства, изыди от земли твоей и от родства твоего, и странствуй во благо свое». Повинуясь этому божественному глазу, Григорий, оставив пещеру, направился в Ефес, чтобы найти корабль для отплытия в Константинополь. Церковь Константинопольскую в то время обуревала иконоборческой ересь, и, ревнуя о славе Божией и чистоте православия, святой намеревался вступить на защиту его и изобличить лжемудрование еретиков. Но промысл Божий судил иначе. Святому Григорию надлежало, согласно божественному призову, всю остальную жизнь свою провести в странствованиях, не имея здесь пребывающего града, но ища грядущего, подобно Господу нашему Иисусу Христу, бывшему странникам на земле, не имевшему где преклонить голову. Отправившись из Ефеса в Константинополь, преподобный по дороге остановился сначала в Праконисе, где один бедный человек, несмотря на строгие указы царей иконоборцев, запрещавший принимать к себе иноков, радушно принял его в своем доме ради Господа, за что Господь и обогатил его в продолжении немногих дней. Отсюда святой направился далее, в Византию, но, встретив препятствие к тому, познал из этого, что нет воли Божией на путешествии его туда, и отправился в Инос. Здесь он получил жестокий побой от одного всадника, возбужденного к тому дьяволом, но праведный, претерпевая удары, молился Богу, чтобы он просил его обидчика, и последний, видя кротость его, раскаялся, просил прощения, и получил от преподобного наставление впредь никого не обижать. Отправившись отсюда на корабле, преподобный прибыл в Христополь, откуда переправился в Солунь. Пробыв в Солуне немного дней, святой Григорий отправился сухим путем в Каримф, отплыв отсюда в Рим. Он по дороге остановился на некоторое время в Регии. Здесь некоторые люди, видя, что преподобный ничего не имея, дали ему некое количество золота. Святой же, хотя и не знал жертвователей, но по божественной благодати прозрел, что данное ему золото приобретено неправдою, поэтому, желая научить, чтобы воздержались от неправды, изобличил виноватого и возвратил неправильно приобретенные деньги. А оставив Регий, святой отправился далее в Рим. На пути один из плывших упал с судна в море, подле берега, где им следовало выйти на сушу, чтобы идти в Рим. И вот совершилось чудо, ясно засвидетельствовавшее, что на преподобном почивает благодать Божия, ибо он одной молитвой вынес его на землю и спас от неминуемой гибели. Прибыл в Рим, преподобный Григорий три месяца пробыл в безмолвии, в одной уединенной келье. Так что никто и не знал о нем. Но один бесноватый сделал известным его пребывание в городе, ибо святой исцелил его, изгнав из него духа нечистого, и все стали почитать его за святого. Тогда Григорий удалился оттуда и прибыл в Сицилию, заключился в одной башне и пребывал в ней в молчании. Здесь напали на него демоны, истребили рогожи, на которой он спал, и всячески искушали его, и причиняли ему различные злокозненные действия. Но он молитву прогнал их. Здесь же он спас от вечной гибели одну женщину, грешницу, бесчисленными хитростями склонявшую мужчин, особенно корабельчиков, прибывавших из чужих мест к нечистоте блуда. Угрожая ей вечными мучениями, святой своими убеждениями довел ее до того, что она отреклась от мира, приняла иночество, и место плотской скверно обратилась в монастырь. После того пришла к преподобному Григорию в башню одна беснуемая женщина, и он молитвой своей прогнал из нее демона. Много и других еще чудес сотворил он на этом месте. Когда все узнали об этом и стали почитать его, то святой удалился и оттуда. Однажды, путешествуя, он встретил войско сарацин. Один из них поил при колодце коня. И когда святой подошел, что тот направил копье, чтобы убить его, но вдруг рука его остановилась в воздухе, так что он не мог опустить ее. Тогда он пошел за преподобным, умоляя его об исцелении. Святой, прикоснувшись к его руке, своею исцелил его. Далее на пути встретил святого один жестоко мучимый бесноватый. Умилосердившись над ним, святой сотворил молитву к Богу, и демон оставил страждущего. Наконец Григорий снова прибыл в Солунь и поселился там в монастыре святого Мины. При этом он пребывал в такой нищете, что не имел никакой пищи, ничем бы покрытия, а носил только одну одежду, которая служила ему и днем, и ночью. Когда он чувствовал непреодолимый голод, то выходил из церкви. Если видел где-либо трапезующих, то входил к ним и вкушал с ними немного пищи. Но потом он почувствовал, что не должно ему питаться от чужого труда, и решил пребывать в храме без пищи до тех пор, пока Господь не пошлет ему помощь свыше. И Господь, пропитавший некогда пророка Илью через ворона и многих других добродетельных рабов своих чудесным образом, не оставил без помощи верного раба своего. По внушению свыше, одна боголюбивая вдова каждодневно доставляла ему пищу. Вскоре преподобный Григорий прославился по всей окрестной местности своими чудотворениями. Так однажды пришла к нему одна бесноватая женщина и просила у святого помощи на возобновление ее небольшого домика, так как он обвечал. В ответ на ее просьбу святой сказал, «Иди, начинай дело, и Бог, Отец-сирот, пошлет тебе помощь». Женщина с верою пошла и начала копать землю, чтобы положить зданию основания. И вот с того места полилась в безмерном множестве смола. Женщина продала ее и на вырученные деньги не только выстроила домик, но еще и питалась от продажи этой смолы и удовлетворяла другие свои нужды. Одному иноку, подвязавшемуся близ монастыря святого Мины, на столпе преподобный Григорий предузнал о том духом святым, предсказал о близкой кончине, как и некоторым другим лицам, неустанно работая над собой, свято соблюдая чистоту душевную и совершенствуясь в добродетелях христианских. Преподобный Григорий имел великое дерзновение ко Господу и уготовил себя в жилище святому духу. С божественным мрачением шел он тесным путем смиренно-мудрого подвига, непрестанным бодрствованием, далеко прогоняя всякое небрежение и вражеские прирожения. Так что враг и во сне не мог действовать на его воображение и помыслы. Согласно имени своему он был воистину бодрствующим в отношении всех дел и помышлений и очистил душу и тело от всех страстей. Рукоположенный в Сан-Иерея, он совершал божественные службы с сердцем сокрушенным и духом смиренным. При возношении и тщеславии он и сторнул совершенно. Более всего хранил чистоту православия и в словах, и в делах. Поражая еретиков сколько мог, он словами и писаниями учил поклоняться святым иконам и почитать их по преданию церкви. Многие города очистило на скверные иконоборства и убеждал даже и самую кровь пролить за святые иконы, если бы то потребовалось. И сам готов был принять за них смерть и был мучеником по доброму произволению. Превыше всех добродетелей он имел постоянную святую молитву, всегда устремляя ум к Богу, песнословля и прославляя его со святыми ангелами. Он еще здесь получил залоги не из глаголами радости вечного блаженства. Однажды ночью ему явился в видении ангел Господень, вручивший ему пламенный меч для поражения всей силы бесовской и для отсечения от церкви геретических мудрствований, а от сердца греховных страстей. Иногда преподобный, занятый богомыслием, слышал ангельское пение. Так был угоден он Богу и ангелам, что еще находясь в смертном теле, удостаивался уже бессмертных божественных наслаждений, сподоблялся слушать ангельское пение, которого ухо не слышало, и несказанно услаждаться им. Проведя в Салуне несколько лет, преподобный Григорий с одним из учеников своих пошел в Болгарию, тогда еще языческую, но не дошедший до нее возвратился. Когда ученик спросил его, отчего он так скоро переменил свое намерение, преподобный отвечал, «Мне хотелось побывать там, но вижу, что там солнце не светит». Этими словами он пророчески предвозвестил о тех беспорядках, которые вскоре после того там возникли, и во время которых кровь лилась рекой, и вся страна была выжжена. Вслед за тем преподобный Григорий ходил из Салуни в Византию, оттуда на гору Олимп, который снова возвратился в Салунь. Так подвизаясь и на земле, помышляя о небесном, преподобный Григорий приблизился ко времени отшествия своего из всей жизни. Тяжко заболел от падучей болезни, он лежал неподвижно одре и горячо молился Богу, чтобы он освободил его от этой болезни и заменил ее другою, водяною. Бог услышал его молитву, освободил его от первой болезни, дал ему ту, о которой он просил. И так раздулось тело его, что казалось как бы мехом, наполненным воздухом. Оставив Салунь, преподобный с великим трудом прибыл в Константинополь, дабы противодействовать здесь ереси и коноборчества, и уже более не возвращался обратно. С собой он привел также двух учеников из подвижников своих, Иосифа и Иоанна. Первого из них он вскоре послал по просьбе православных иноков в Рим к папе Льву III, что просить у него помощи по случаю открывшегося гонения на святые иконы. Но на пути туда был захвачен подкупленным императором и коноборством львом-армянином, морскими разбойниками и заточен на острове Киприя. Иосифу не суждено было более увидеть живых своего великого учителя. Преподобный Григорий вскоре после сего предал чистую душу свою Господу. За двенадцать дней до кончины он предузнал день своего отшествия и велел отвести себя в странноприимный дом, где двадцатого ноября тихо скончался в восемьсот шестнадцатом году. Когда пришли погребать честное тело его, приблизился к нему с верой один больной, имевший тяжкую болезнь, так что не мог стоять прямо, но лицо его постоянно обращено было к земле. И вот представилось ему, что кто-то положил на него руку сзади, и он обратился с вопросом, стоявшим около него, не он ли коснулся его. Тот отвечал отрицательно, и больной узнал из этого, что это была сила Божия, осенявшая святого, которая и даровала ему исцеление, и он стал стоять прямо, совершенно исцелив от своей болезни. Другой мучим был духом нечистым, но как только приблизился ко гробу преподобного, демон оставил его. Один инок весьма мучим был плотской страсти и близок к падению, но пришедший ко гробу святого со слезами просил помощи, и плотская брань прекратилась, и он прославил святого и возблагодарил Бога. Так после многотрудного странствования земного преподобный Григорий достиг вечного покоя на небесах между святыми ангелами, видения и слышания которых он удостоился еще во время земной жизни своей, и теперь вместе с ними прославляет тресвятыми песнопениями единого в Троице Бога вовеки. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.